слава богу братья и сестры мир вам слушая свидетельство я просто захватывает внутри все дыхание просто слушая строительство дома молитвы для меня это просто то что-то нереально мне кажется это невозможно вообще и уже сегодня говорилось благовестия благая весть для человечества братья и сестры то есть бог помил людей и та новость которая пришла к людям наверное самое важное самое драгоценное для каждого из нас и должна быть для человека самый важный то есть добрая радостная благая весть и то о чем хотелось бы рассуждать братья и сестры это полезные связи я недавно польза по работе выхожу из подъезда стоит дедушка наверное уже не мужчина уже дедушка больше говорит слушай внучок твоя машина говорю моя может ты мне в магазин свозил бы а знаете сразу внутри думаю сейчас я посажу его свожу в магазин засвидетельствую то есть человек может захочет услышать то есть там уже как-то разговор завяжем я говорю давайте садитесь я служу как бы время там этих 10-15 минут мы найдем уже он говорит ты сам съезде я говорю ну я ж не поеду там вам что-то надо садитесь не стесняйтесь говорит мне ты сам съезде мне продукты не надо мне вина привези ты задумываешься думаешь слушай ну вот кажется человек в возрасте думаешь сейчас господи я как-то хоть какую-то пользу принесу но о чем то скажу и уже потом я говорю никуда не поеду не за каким вином и уже знаете ну как-то разговор уже дальше не получился я к чему братья и сестры польза польза полезные связи то есть есть польза для человека от чего-то есть то что разрушает человека как личность человека и хотелось бы обратить наше внимание это первая книга царств первая книга царств 12 глава самуил и народ понял что пришли проблемы народ понял что надо что-то дело что-то предпринимать и вот первая книга царств 12 глава 20 21 стихе отвечал самуил народу не бойтесь грех этот вами сделан но вы не отступайте только от господа и служите господу всем сердцем вашим и не обращайте след ничтожных богов которые не принесут пользы и не избавит ибо они ничто то есть не принесут пользы и не избавит потому что они ничто то есть то что человеку может приносить пользу то что может созидать как личность все это находится у господа но человек устремляется человек стремится зачем-то своей жизни и мы что-то порой кажется без этого никак я думаю вы согласитесь что еще лет пять назад казалось что вот эта нужда или может быть даже порой это желание кажется и без этого жить не могу а через пять лет смотришь и говоришь слава богу что ты господь не воспомнил меня то чем я молился потому что если бы это пришло в мою жизнь то не знаю что было дальше и вот человек зачем-то он стремляется и самуил обращаясь народу он говорит что и не обращайте след ничтожных богов которые не принесут пользы и не избавят ибо они ничто то есть пользы от того обращения куда вы обращаетесь и кому обращаетесь она не будет также написано в книге притч 10 глава вторым стихом написано не доставляют пользы сокровища неправедные правда же избавляет от смерти то есть пользы тоже нет в этих неправедных сокровищах то есть человек зачем-то я уже говорил стремляется к чему-то стремится но потом со временем человек понимает что этого нет пользы нет пользы и то зачем ты гнался то к чему ты шел она тебе ничего не приносит и знаете как то не знаю последнее время очень сильно ты задумываешься братья приглашают наркологию посвидетельствовать и как-то по-другому смотришь на этих людей которых найти сам был раньше таким и когда ты знаете посещаешь дом молитвы и потом твоя работа то есть ты привыкаешь к тому что жена детки тут и как бы знаете ну ты понимаешь что ты принят ты привыкаешь к этому и потом когда ты видишь опять то что происходит в жизни других людей ты я вам честно скажу порой просто ты забываешь откуда тебе бог достал ты забываешь откуда тебе бог вывел вообще и как он смог тебя вырвать оттуда и смотришь на эти жизни и знаете это на самом деле серьезный вопрос то что это не знаете это не игра это не чей-то рассказ где-то услышана эта жизнь человека и она пропадает то есть человек тратит себя туда куда нет пользы когда ты молодой еще лет 20 знаете оно еще где-то весело где-то интересно а со временем ты понимаешь ты потратил себя не туда сегодня пастор говорил что отрезок жизни пройденный кажется знаете с желанием большим вернулся бы прошел бы опять а эти есть такие отрезки в жизни которые ты даже страшно в страшном сне не хочется даже думать о том что вообще могло бы произойти дальше то есть тебя бы уже не было и вот слово божье оно говорит то что приносит нам пользу это от чего нет пользы то есть что-то полезное для каждого человека есть то что она ну не вообще не несет за собой ничего здорового знаете сейчас модно везде витамины я думаю комплекс витамин везде сейчас рекомендует пробить но если вы почитаете побочный эффект этих витаминного комплекса то задумайтесь вообще что там содержит эти витамины потому что скоро напишут красными буквами вообще мы ответственности не несём то есть вот и это продано это проталкует как польза человеку то есть это кажется нужно но слово божье говорит нам совершенно другому но показывает что человеку нужно другое для того чтобы было ему полезно для того чтобы это созидало его и знаете наверное основное основное то что приносит и приносила всегда польза человечеству это слово божье то есть это слово божье который Бог оставил нам для чего? Чтобы познавали, чтобы читали, чтобы вникали, чтобы прилагали к этому усилия, старания. Написано в 2 Послании Тимофея 3,16, что все Писание, все Писание Бога одухновенно и полезно. То есть есть польза от того, что ты читаешь Писание, то, что вникаешь туда, и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. То есть оно полезно, Слово Божье, оно полезно. Оно приносит пользу для каждого из нас. И знаете, когда ты готовишься к этому слову, когда ты вникаешь в это все, ты замечаешь такие места Писания, на которые мне раньше не задумывался. Написано в Колоссяном 4,5, что с внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Интересно, пользуясь временем. То есть не просто тратьте время, не просто, знаете, там даже в обществе есть выражение, что как убить время, куда его деть, то есть скорее бы пришло что-то. А Слово Божье говорит, пользуясь, используйте время. То есть время можно тратить просто попусту, а можно использовать, чтобы польза была от этого, чтобы это что-то приносило. Или уже, как знаете, написано в Деяниях, простите, немножко далеко, это Еремия. Раньше все время перед тем, как свидетельствовать, все время зачитывал этот стих, потому что состояние свое перед тем, как прийти в церковь, именно вот так вот можно было характеризовать. То есть по-другому. Ты ничего не видел в своей жизни, ты замечал, что все то, с чем ты пришел, это просто пустота, то есть ты пустой. И вот в книге пророка Еремии написано, «Господи, сила моя, крепость моя, прибежище мое», это 16 глава, 19 стихом, «И прибежище мое в день скорби, к тебе придут народы от краев земли и скажут, только ложь, наследовали наши отцы пустоту и то, в чем нет никакой пользы». То есть можно унаследовать то, что не приносит тебе пользы, потому что, знаете, моя жизнь, она получилась и сложилась так, что я пришел в церковь, я пришел сказать, что я не слышал, это неправда, но, знаете, окружение мое, оно складывалось с тех, кто не был в церкви. И ты задумываешься, что ты несешь с собой по жизненному пути то, что не приносит тебе вообще никакой пользы. То есть толку от этого нет никакого вообще. Польза, полезные связи, то, чем можно пользоваться. И вот в послании к Ефесянам также написано, «Кто крал, впредь не крадел, лучше трудись, делая своими руками что полезное». Делая своими руками полезное, дабы было из чего уделить нуждающимся. То есть не просто работай, не просто трудись, а делай полезное то, что может пользу приносить. Потому что можно трудиться, сами знаете, я думаю, кто давно в церкви понимает, что можно трудиться, а толку нет. Не пользы нет, а вообще ничего нет. Просто человек работает, а куда ты работаешь, для чего ты работаешь. Сам человек не может ответить на эти вопросы. То есть трудись для чего? Делая своими руками полезное, дабы было что уделить нуждающимся. Опять же, Слово Божье, братья и сестры, я уже сказал и хотелось бы напомнить, это то, что оно самую основную пользу приносит для человека. То есть когда человек прилагает усилия и старания, чтобы читать, чтобы вникать, чтобы поразмыслить, чтобы было, знаете, найти время, вникнуть в Слово Божье. Вот от этого приходит человеку польза. Я думаю, каждый замечает, видно, когда человек читает или когда человек не читает. То есть это заметно, особенно, может быть, не сразу, но через какой-то промежуток времени это заметно. То есть человек пользуется Словом Божьим или, знаете, что-то не то, что-то происходит не так, как хотелось бы, или, знаете, есть такое выражение, что-то пошло не так. И вот также Слово Божье говорит, что это же Слово Божье, самое важное, что есть в жизни человека, оно также может и не приносить пользу человеку. То есть от человека тоже что-то требуется, что-то нужно. И в Евреям написано 4 глава 2 стихом, «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы Слово слышанное, не растворенное верою слышавших». То есть мало читать, братья и сестры, верить, 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 верить. И, знаете, я уже говорил, что больно мне было разбиваться в том, что верить нужно не в людей, верить в Бога нужно. Потому что если ты возлагаешь надежду на человека, то со временем понимаешь, что надежда не тает. Может быть, не так быстро, но потихоньку, день за днем, день за днем, ты понимаешь, что крепнуть веру, она должна быть в Слове Божьем. То есть в Бога нужно верить, братья и сестры, что в нем польза, в нем наше наслаждение, в нем утешение, в нем то, что хотелось бы, знаете, принимать каждый день. Потому что, ну, я не говорю, что люди плохие. Я говорю, что порой у людей есть такая способность разочаровать или где-то способность делать не так, как вы хотели, то есть вы рассчитывали. У человека другие планы, ты понимаешь, что он не виноват, это у тебя как-то, ну, отношения немножко были не так выстроены. Или где-то сам думаешь про себя, что выстроишь планы, что должно быть вот так, а со временем оно не клеится. Почему? Надежда на себя была. Нужно всегда брать в расчет то, что просить у Бога, просить у Него милости, просить помощи и просить Его благословения. Это то, что касается пользы. Полезные связи. Одна составляющая, которую, знаете, вкратце пройти. Теперь самая, наверное, мысль вообще, почему начал об этом задумываться, то есть почему ты думаешь вообще об этом связи. То есть связи людей, связи человеков, знаете. И когда-то телефон изобретался как полезная связь. То есть это хотелось, чтобы люди как-то скоротали одиночество. Но сейчас статистика говорит, что такого количества одиноких людей просто переполнено. Люди стали одинокими. То есть ты вроде бы можешь кому-то написать, позвонить, но не хватает общения, знаете, с людьми. То есть люди не могут общаться. Почему? Написал-то вайбер, ватсап, там, телеграм написал. А видеться с человеком совершенно другое. То есть живое общение. Человек создан для живого общения. Есть связи, о которых люди молятся, чтобы они были разорваны. Дружба с миром есть вражда против Бога. То есть связь с миром, она тебя утаскивает в другую сторону. Я про то, что, знаете, не общаясь с людьми, у тебя не получится. Все равно мы сталкиваемся. Сам Иисус молился за учеников. Он не говорил, что Отец, сохрани их от мира, а сохрани их в мире. То есть в любом случае мы проходим жизненный путь, мы проходим то, что нам должно пройти. И Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стихом, написано даже 17, 4 глава, 17, 18 стих. Ему дали книгу пророка Исаия, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне». Ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедуя пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Разорвать вот эту греховную связь между человеком и обществом, и миром, и грехом, может только Иисус Христос. Своими усилиями мы, братья и сестры, ничего сделать не можем. Тот, кто пробовал эту связь разорвать, понимает, что, во-первых, от этой связи нет ничего полезного, а во-вторых, разорвать ее своими силами просто не получается. Соберись, там все это, ничего не будет. Иисус Христос, Он для этого и пришел на землю, братья и сестры, чтобы были спасены, чтобы были исцелены, чтобы радость была у нас, чтобы, знаете, понравилось очень слово в воскресенье Михаила, чтобы горели. Горели, и ты смотришь на себя. Готов ли ты приложить старания лишний раз к чему-то, или просто, знаете, меня и так устраивает. Порой задумываешься над тем, как кому-то предлагаешь, просто, ну, займись вот этим, и немножко жизнь пойдет. Он говорит, я живу, так меня устраивает, мне так нравится, зачем мне стараться, я живу, так как меня, плыву да и плыву, то есть все нормально. И полезные связи, там, Евангелие от Иоанна, 8 глава, 36 стихом, и так, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Оказывается, что человек может называться свободным и говорить, что я свободен, а он не истинно свободен, то есть полноты свободы нет. Человек как был закрыт, человек как был, знаете, удержан, он так и удержан. И вроде бы человек говорит, что у меня все нормально, на самом деле, без Иисуса Христа свободы не бывает. Иисус Христос освобождает, дает свободу, разрывает вот эти связи, которые мы не можем разорвать. И, знаете, задумываешься над тем, польза от того, люди от общения с тобой, то есть люди вот с тобой общаются, люди с тобой связываются, полезно ли это людям? Это вопрос, наверное, серьезный, потому что все мы собраны здесь, братья и сестры, не просто так. У Бога порядок, то есть мы упорядочены. И каждый сюда приходит на это место не просто так. И вот, знаете, хотелось бы, наверное, немножко такое прообраз. Вы согласитесь, ограда и охрана общества этого мира, это церковь. Что было бы, если бы церковь не молилась, это страшно просто задуматься. Не все это понимают, кто-то это вообще отрицает, но ограда, она выстраивается из столпов, то есть один за одним. Она выстраивается в линию, и тогда получается какое-то ограждение, или, знаете, какая-то, если можно так выразить, какая-то баррикада для чего-то, чтобы что-то оградить. Но вопрос заключается в том, что строители, кто понимает, о чем я говорю, что если вот эти вертикальные, вот это положение столба или столпа не связать с другим, то он не выдержит один. То есть они расшатаются и будут падать. То есть вот эта связь, которая удерживает их между собой, это созидающая связь и это укрепляющая связь. Она важна для каждого из нас. То есть польза от того, что с тобой общается или с тобой поддерживает связь. И люди, которые понимают толк в строительстве, они всегда закладывают на это очень много средств. То есть между собой связать обязательно нужно. Если не увязывать, как кладка кирпичей кладется, между собой перевязывается. Не просто один на один, они просто падать будут, а перевязка идет. То есть связь есть. Это скрепляющая связь, она полезная. И вот первая книга Паралипоминон, 22 стихом написано, «И сказал Давид, вот дом Господа Бога и вот жертвенник для всесожжения Израиля. И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле израильской, и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения Дома Божия. И множество железа для гвоздей, к дверям ворот и для связей заготовил Давид». То есть уже было заложено то, что все это нужно будет связать, все это нужно будет перевязать, это было в заготовке. Не просто основное сделать, основное как получится, не укрепляя. Книга «Исход», тоже много мест писания, которые говорят нам о том, что это все заложено. Это Божий принцип, чтобы была связь между теми, кто ограждает или была охрана. И вот «Исход», 27 глава, 10 стихом, «Столбов для них 20 подножий, для них 20 медных, крючки и столбов из связи, на них из серебра». Качественные, полезные связи, то есть между столбами связь. И там много мест, несколько еще из них, 38 глава, 10 стихом, «Столбов для них 20 подножий, к ним 20 медных, крючки и столбов, связи их из серебра». И 36 глава, 38 стихом, «И пять столбов для нее с крючками, и обложил вверхи их, и связи их золото». То есть обязательно перевязка, обязательно. Полезные связи, полезная связь. Есть та связь, которая разрушает человека, а есть та связь между людьми, которая созидает и приносит пользу. И вот написано в Слове Божьем про вот эти связи, то есть мы уже говорили, что разорвать эти связи может только Господь, потому что порой, знаете, это очень крепкая связь. Знаете, когда человек раненый, внутренне, связь с тем, на кого он обижен, она может просто не разрываться годами. Порой человек говорит, что вроде бы, кажется, забыл и отпустил, а прошло 10 лет, и ты видишь, и кажется, это было вчера. То есть люди помнят то, чем их обидели через десятилетия. Слова помнят. То есть это болезненная связь, которую обязательно нужно разрывать. Она не приносит пользы. От нее нет пользы, от нее нужно избавляться, потому что это приносит проблем. Самое интересное, что мало того, что человек мучается, который сам держит эту связь, он и мучает того, на кого он обижен. То есть не отпускает его и сам себя в этом всем держит. То есть это связь. Она разрушает человека. И Езекииль, пророк, он писал 34 глава. «И полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведения свои, и будут они безопасны на земле своей. И узнают, что я, Господь, когда сокружу связи ярма». Связь ярма будет разрушена и сокрушена. Вот тогда люди понимают, что свобода приходит. Но кто ее сокрушает, братья и сестры? Господь, больше никто. Он может разорвать эти связи, которые мешают человеку, которые мешают в личностных отношениях, которые человек тянет за собой, думая, что ты этого используешь. Основной стих. Мне когда-то, я его когда выучил, знаете, все время хотелось держать его просто в памяти и повторять, 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 повторять и повторять. Послание к Ефесянам, 4 глава, 16 стихом, «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя любви, из которого все тело, из Иисуса Христа, все тело, что церковь, при действии в свою меру каждого члена, но здесь есть очень важное замечание, взаимно скрепляющая связь. То есть, знаете, муж и жена, взаимно скрепляющие связи, то есть муж созидает жену как жену, а жена созидает мужа как мужа. Если будет что-то, будет сбой, то и в отношениях постоянно идет сбой. Написано, взаимно скрепляющие связи, то, что полезно для каждого из нас. И, вы знаете, порой задумываешься, проще рассказывать, как сделать, чем сделать, то, что ты рассказываешь. Порой, знаете, рассказать, там, говорит, ты неправильно делаешь. Я как-то слышал такой пример, это история, когда, знаете, было общество и модно власть народу, понимаете, кто что думает, то и говорит. То есть, я считаю, что должно быть вот так, я считаю, что должно быть вот так. И вот это общество накалилось так, что просто предложили, говорят, давайте так сделаем, потому что, ну, бардак, не можем навести порядок, и все говорят, что я главный, и все говорят, я важный. И решили такое постановление сделать, что принимаем решение, и через три года смотрим. Если это решение не сработало, то смертная казнь. Все. Нет ни решений, ни предложений. То есть, ответственность за то, что люди говорят, нести мало кто хочет. Но при этом говорить, что все не так, все не так, это просто, это просто и легко. Но вместо того, чтобы быть вот этой, знаете, созидателем и помогать делать что-то, проще со стороны стоять и рассказывать. То есть, муж жене, жена мужу, или там, знаете, служителям говорить, что ты что-то не так делаешь, это просто, это просто. А ты возьми рядом и сделай это. Чтобы вот эта взаимоскрепляющая связь, она работала на созидание. Чтобы тело Божье, оно созидалось, братья и сестры. Это важно. И, знаете, самое, наверное, то, что любит Господь, это умножение. Умножение, это развитие, это то, чтобы человек, он шел дальше, чтобы, знаете, он созидался как личность, чтобы человек видно, когда человек живет. То есть, у него, знаете, глаза горят. Это настолько заметно, настолько видно. Знаете, вот эти молитвы молодежные, которые начались, ты видишь, что важно было человеку до того, как начались эти молитвы. То есть, тот, кто ждет Бога в своей жизни, тот загорается от этих молитв. А тот, кто ждет что-то другое, тот говорит, да ладно, что там, это нормально. То есть, ты видишь, люди загораются, люди жить начинают. Почему? Они живут в ожидании Божьего действия. Это заметно. Взаимно скрепляющие связи для созидания самого себя в любви. И есть еще один момент, на что хотелось бы обратить внимание. При действии своей меру каждого члена. То есть, член церкви при действии своей меру. И каждый, знаете, меня все время интересовал вопрос. Служителя Светлогорска спрашивал, говорит, слушайте, при действии своей меру. Какая это мера? Кто ответит на вопрос, мера моя, например, или мера для другого члена церкви. И интересно, так мне сказали, он говорит, ты вечером, когда ложишься спать и благодаришь Бога, то есть, ты молишься, и вот сам себе ответь на вопрос. Можешь ли ты больше, или это твой предел? Каждый сам себе отвечает, братья и сестры. То есть, и ты тогда видишь, что ты можешь намного больше, чем ты сделал. Вот это мера. То есть, постоянно тянуться дальше, стараться делать то, чтобы это созидало дело Божье, братья и сестры. Взаимно скрепляющие связи. При действии, свою меру, каждого члена получают превращение для созидания самого себя в любви. Пусть каждого из нас, братья и сестры, Бог благословит, чтобы эти мысли, они остались в нас, чтобы мы помнили об этом, полезной связи. Аминь. Аминь. Слава Господу. Спасибо за слово. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...